расскажу вам историю про то как я похудела на 10 килограмм благодаря доброте с детства я знаю по генетике у меня история с нарушением жирового обмена с склонностью к инсулин резистентности к с проблемами во многом в метаболизме и липидным профиле и в общем со многими вещами которые указывают на то что деточка берегись у тебя генетика и это было еще написано в моем генетическом паспорте плюс условия среды напрямую влияет на человека на его состояние и я расскажу как это было у меня и почему я выберу выбрала этот путь если тебе близко это видео то сразу ставь лайк или пиши комментарий и супер важно понимать что для чего и зачем вы делаете очень многие девочки девушки женщины идут на какие-то сумасшедшие тренировки делают то что их телу вообще не хочется не свойственно им от этого тяжело я считаю что когда вы идете долго против себя тело начинает просто просто не помогать вам а еще больше разрушаться поэтому что значит работать со своим телом это значит относиться доброжелательно к себе а про доброжелательность это не изнуряющий спорт это здоровая еда это работа с метаболическим синдромом инсулинорезистентностью если у вас инсулинорезистентность вам уже нужно фиксировать углеводные качели и углеводы в рационе я об этом снимала ролик другой момент если вы зациклены на чем-то то это с этим тоже нужно научиться работать и доброта это про что это не отправить себя в качалку это пойти например на плавание или на прогулку после плотного приема пищи следующее это отказ просто от химии не потому что тебе она не вкусно потому что ты хочешь жить в более здоровом теле другой момент конечно весь метаболизм вы сразу не исправите вы не знаете какой там как нарушая нарушена ли глюкорнидация хватает ли карнитина в организме хватает ли кальция магния на сегодня и именно поэтому или понижена или повышена кислотность так можно просто совсем 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 вы понимаете другой момент каждый раз когда что-то идет не так начинайте это отпускать но не придумывайте для себя больших отмазок доброта это про доброжелательное отношение к себе и исходя из этой доброжелательности вы можете управлять своим состоянием и когда мы с вами говорим про поведение которое приводит доброжелательность это та вещь которая создает тебе поддержку то есть когда ты понимаешь что что-то идет не так что-то идет не по плану что-то идет в разрез это не значит что ты должен элементарно все бросить и уйти доброжелательность это про то что ты отпускаешь какие-то идеалы и идешь в новое и не боишься и поддерживаешь себя в этом никакие долгосрочные диеты не работают если у вас есть или расстройство пищевого поведения или фиксация на этом работает комплекс доброты я сыт больше не хочу или я я хочу погулять потому что я устал они есть пятую там порцию я не пойду на десятую тренировку потому что высокий кортизол потому что там вот эта девочка приседает и показывает свою задницу в инстаграме и она вот такая красивая у нее такая большая роскошная жопа а у меня такой жопы нет и вот когда вот такие мысли у человека появляются да кстати мне девочки часто я почему это транслирую мне даже записано в блокноте после последней консультации вот эти вот вещи они отложились думаю расскажу им их в прямом эфире девушка которая наблюдает за какими-то блогерами особенно нутрициологами которые там пппп далеко не ппп высокоуглеводное питание которое приводит к метаболическому синдрому они худые и у нее прям на этом очень большой нервный стресс поэтому когда мы с вами говорим про доброжелательное отношение к себе это не запускание себя но и не убивание себя это четкая грань когда вы чувствуете стресс не надо его еще усиливать когда вы чувствуете что вы слишком уж расслабились дайте организму нагрузочку таким способом можно очень очень легко поддерживать и эмоциональное и физическое состояние и самое главное не уходить от себя потому что когда вы далеки от себя вы будете слушать и там и сям и полторам и в итоге не поймете что у вас прямо сейчас а это ведь важно